Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи Леонид Иванович, 25 января 2017 года, среда. Кстати, сегодня день рождения Владимира Семеновича Восоцкого, одного из моих любимых исполнителей. Я продолжаю свой видеообзор по волнам валют, о ценовых данных на рынке валют. Мы уже привыкли к тому, что после инаугурации Трампа все в мире следят за тем, что он делает, потому что это абсолютно новое явление. Кто бы как бы ни относился, но это абсолютно новое явление в мире. Мы уже знаем, что был подписан указ о том, что США выходит из транс-тихоокеанского партнерства. Я думаю, что не за горами выход из транс-атлантического партнерства между США, Канадой и Евросоюзом. Поэтому я думаю, что временно все валюты будут укрепляться по отношению к доллару. По основной валютной паре я думаю, что у нас закончилась третья-четвертая волна и даже четвертая волна. Я думаю, что мы увидим пятую волну и она будет не меньше вот этой третьей, может быть даже больше. Она это позволяет. Я думаю, что мы увидим пробой уровня 1.07, 1.07,5 и движение к уровням 1.08, 1.08,2 и даже 1.08,5. Движение вниз я считаю альтернативным. По фунту также движение вниз я считаю альтернативным. Я думаю, что мы увидим как минимум движение к уровню 1.26. По австралийцу, несмотря на ночное понижательное движение, может быть это волна 4, может быть это какая-то другая волна. Может быть, но я все-таки думаю, что мы поднимемся. Мы увидим пробой уровня 0.75,5 и движение как минимум к уровню 0.76. А если закрепимся еще выше, тогда у нас тут появятся на горизонте такие цели как 0.76,5 и 0.77. По новозеландцу, думаю, что тоже закончилась третья волна и может быть даже четвертая закончилась. Я думаю, будет пробой уровня 0.72,5 и движение к уровню 0.73. По японской иене тоже, несмотря на повышательные движения ночные, я думаю, что мы пойдем вниз в предполагаемой 5-й мелкой волне. Я думаю, что мы пробьем уровень 0.113 и пойдем на отработку уровня 0.112. По канадцу я ожидаю тоже резкое движение вниз, как я и говорил, о приоритетных вариантах. Я ожидаю, что мы пробьем уровень 0.31 и пойдем на отработку таких уровней, как 1.35 и 1.3. По франку я ожидаю тоже движение вниз, предполагаемой 5-й мелкой волне, минимум до уровня 0.99,5, а может быть даже ниже, может быть даже до уровня 0.99. По фунта франку я ожидаю еще движение вверх, строится предполагаемая вторая волна, я думаю, что движение вверх будет примерно до уровня 1.26 плюс-минус. По фунта иене я тоже предполагаю, что, вот помните, я говорил, это волна B, вот это A, скажем так, вот это A, это B и может быть строится волна C. И поэтому, скорее всего, что вот это не A, B, а 1.2. Я думаю, что мы сегодня увидим отработку уровня 144 евро фунту. Я думаю, что цены есть куда еще двигаться вниз, потому что фунт укрепляется после вчерашнего заявления Верховного Суда о том, чтобы парламенту решать под вопрос о Brexit. А я думаю, что мы увидим сегодня 0.85 и 3. По евро к австралийцу двигаемся вверх, потому что австралиец сейчас дает свои позиции, евро укрепляется. Я думаю, что здесь отработаем уровень, ожидаю отработку уровня 1.43. По евро к канадцу хорошо двинулись вниз. Сейчас я ожидаю дальнейшее движение вниз, минимум до уровня 1.4.0.2.7. По евро к франку, вот смотрите, я тут поменял немножко разметку, все-таки похоже, что это у нас вот A, это B и это C. И тогда у нас хорошо, вот, окончание второй волны находится вот здесь, выше вот этого окончания, начала первой волны. И вот у нас есть 1.2 и 1.2 предполагаемые. Я ожидаю, что мы все-таки закрепимся, пробьем уровень 0.7 и 6, закрепимся выше и пойдем, чтобы мы вать северные цели. По евро к японской иене вроде бы есть, смотрите, 1.2, вот в этой строится пятая волна, и вот есть 1.2 и 1.2. И я думаю, что мы можем видеть сегодня 122.5 как минимум, может быть, как максимум 123 в австралиицу к японской иене. Тут интересная ситуация, я говорил об этом, что пока для меня это, пока остается все-таки загадкой. Ну, в плане долгосрочном, я думаю, что строится четвертая волна, еще может. Но в любом случае четвертая волна, если даже не будет выше, она вот, окончание ее будет здесь. Тут возможно, что вот 1.2, если окончание четвертой волны здесь, тогда у нас 1.2, вот есть. И как минимум, вот, я думаю, что поход будет в рамках этого сценария до уровня 85. По австралийцу к канадцу, двигаемся тоже вниз. Австралийц, кстати, сдает свои позиции, вот я говорил об этом. Ну, если мы пробьем уровень здесь 0.75 по австралийцу, значит, пойдем и мы ниже. Так, по австралийцу к канадцу, я думаю, что маячи здесь цель 0.98,3. По австралийцу к новозеландцу идем вниз. И ведь коррекция продолжается здесь. Она уже пришла в уровень 61.8 по фибоначчи, она идет даже ниже. Может быть, достигнет даже уровня 1.03.5, может быть. Далее, по последней паре франко-еной тоже, я думаю, что вот есть 1.2, 1.2. И можем здесь увидеть сегодня отработку уровня 114, а может быть 114.5. На этом у меня все. Желаю вам попутного тренда. Журнопрофитов, тощих лосей или отсутствует таковых. И до скорой встречи в эфире. Пока-пока.